Пятипроцентный рост раскрываемости и снижение на треть преступности среди подростков. Главные итоги года от управления МВД. Гриминальная обстановка в Красногорском районе под контролем, но остается сложной, отмечают в полиции. В два раза чаще на преступления людей толкал алкоголь. Наркотический дурман также служил почвой для совершения преступлений. Да и незаконный оборот по-прежнему имеет место в статистике. Правда, здесь динамика положительная. В отчетном периоде подразделения на управление больше на 50% все выявлено и пресечено преступления данного вида. Их количество состояло 298. Из них категорий тяжких и особо тяжких – 270. Это значит, что героинь, спайс и другая чума 21 века производилась на продажу или циркулировала в районе в крупных размерах. Причем, по мнению главы управления Валентина Аркалова, павшинские и елинские отделы полиции должны были активнее бороться с незаконным оборотом наркотиков. Лица, употребляющие наркотические средства, практически не отрабатываются на причастность к совершению имущественных преступлений, таких как грабежи и разбой. Нет наработок одного поступления наркотических средств. И ведь за примером ходить далеко не нужно. С хорошими результатами закончили минувший год сотрудники уголовного розыска, отдельные роты патрульно-постовой службы, отделы экономической безопасности, дознания и ГИБДД. Так, на дорогах района аварий стало меньше на 24%. А вот число угонов выросло. Причем, из 250 автокраш в минувшем году раскрыли только десятую часть. Не раскрыто ни одного преступления на территории от Радинского пункта полиции, совершено 17. Вместе с тем, на улицах района, судя по статистике полицейских, стало спокойнее. Преступления в общественных местах совершались реже. Да и вообще, правонарушений зарегистрировано хоть всего и на 2%, но меньше. Анастасия Евставьева, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ. Продолжение следует...